Я видел Андрея Федорова, как-то босса вашего коллеги по группе. Часто вживую, а потом я видел, как он на камеру умеет работать. И это два разных человека. Вот он сидит так, как я общаюсь, хоп, встал ровно, сел и таким классным голосом, уверенным, с отличной дикцией, начинает говорить, что всем привет, это веб Кама Токс, серия онлайн-встреч для общения с кураторами, лекторами и приглашенными спикерами Кама в неформальной обстановке интернета, так как, если бы это происходило в учительской Кама. Это у нас уже третий сезон и сегодня нашим гостем стал поэт и фронтмен группы Багановожатые. Вот, для записи теперь, Антон, привет еще раз. Спасибо, что нашел время для интернета. Привет всем, тоже рады быть у вас веб Кама Токс. И единственное еще расшаркивание наше по процессу. Все, кто на связи, ребята, смело пишите вопросы, свои по ходу нашего общения. Пожалуйста, в вкладку Q&A. Я буду и чат проверять, но Q&A это приоритет. Вот, и по ходу нашего общения я как-то органично буду стараться их включать или же по традиции мы в конце переходим просто к вопросам и ответам, да, и все вопросы обычно у нас остаются с ответами. Вот, Антон, мы, да, виделись на нашем закрытом прослушивании вашего альбома, вот, и немного пообщались, но еще тогда я хотел спросить, хотя тогда еще был карантин же, вот, сейчас очередной как бы карантин закончился, ваш альбом залит на дистрибьюторов, презентация, дата презентация назначена, локация должна как-то работать в любых обстоятельствах, да, будь что не было, потому что это UBK Openair, вот, скажи просто про свое самочувствие сейчас, вот, когда, как бы, вроде, вроде ж лучше стало, легче. Ну, звичайно, когда закончился очередной локдаун, карантин, я уже не знаю, как назвать эти термени, на которые нас закрывают, звичайно, трохи дыхается легче, и когда ты видишь людей, которые ходят по улице, посмехаются, когда работают заклады, работают гражданские транспорты, ты видишь анонсы каких-то подений, ты видишь, что снова начинают працювать кинотеатры, театры, заклады культуры, ну, взагалі всі, всі, хто, звичайно, це вселяет якусь надію, вот, дыхается, звичайно, легче, вот, ніж, когда мы были закрыты и собирались, как на подпильные вечерки в 80-х, очекуячи, что зараз, может, кто-то, нагрянути, да. Увеляющие органы, КГБ, там, чех, то есть, какие-то. Да, это было ощущение, мы тоже первый день карантинок, очередного, помню, сделали презентацию релиза моего друга художника, Рома Каминского, и я вообще забыл, ну, я думал, ну, это группа друзей собралось и так далее. К нам приехали копы, и я чувствовал себя прямо настоящим преступником, вот, и это, да, не интересное и странное ощущение. А что ты сделал в первые, в первые дни как-то, не карантина очередного, куда ты пошел, не знаю, чего тебе не хватало больше всего? Ну, ты знаешь, мне, я, как ты знаешь, я тоже, как и много из нас, интроверти, и я, как ты знаешь, могу сидеть дома, никуда не ходить, ни с кем не спілкуваться, но мне очень тяжело усвідомить, когда весь свит так же я интровертом. Поэтому я просто вошел на улицу, использовал возможность приезжать в трамвай, в метро, проведать батьков, каких-то друзей, ну, как-то так. Такого, знаешь, я глобально таке щось зробил, ну, вот, блин, в первый день я пойду, понимаешь, все равно лишается такая штука, что это еще не конец, и мы все равно, что под каким-то колпаком нас, ну, мы все равно не знаем, наскільки там будет корисным и эффективным это вакцинование, там, якое... Чи будет в полном, ну, хотя бы в половинном обсязе фестиваля, там, якийсь, чи щось інше? Ну, мне кажется, ну, не кажется даже, но есть, да, как бы, здравый смысл у нас с тобой на службе, что эта история, да, еще продлится, мы действительно как-то помогли всем разгрузить больницы, вакцинация, действительно, да, в процессе, но это, да, не конец истории, наверное, как бы, вот такой подводкой я хотел бы задать следующий вопрос про время, в которое мы живем, вот, и, ну, это у нас с тобой спойлер, ну, и ты сейчас его озвучил, да, сложно быть интровертом, когда весь мир стал интровертом, это строчка из песни предстоящего вашего альбома, которая на правах рекламы выйдет в четверг, 20 мая, вот, и, да, с последующей презентацией его на ЮБК в июне, вот, действительно, время интересное, мне, вот, с точки зрения КАМа, вот, как у нас появился, собственно, вот этот веб КАМа-ток, идея была давно, но запустилась она, когда, действительно, мы все закрылись дома, да, когда карантины, и у нас, мы хоть как-то хотели свою аудиторию, да, поддерживать ВКонтакте, рассказывать что-то, вдохновлять и поддерживать, вот, и для КАМа, мне тогда, помимо пинка, там, для наших каких-то традиционных курсов и так далее, еще, знаешь, что понравилась вот эта ситуация, что, когда нас все закрыли дома, мы все ощутили условность мира, что есть некая сила, да, внешняя, есть государство, которое действительно может работать, которое может себя вот в таком приказном порядке так ограничить, вот, и, но, с другой стороны, когда люди почувствовали вот эту ограничение условность, они поняли, что все остальное условно, что, знаешь, не знаю, диплом, напечатанный государственной установой, это условно, что там много, ну, там, у каждого свои, как бы, условности, что, не знаю, там, не знаю, устрой, какая-то семейная или какой-то тоже может быть условностью, и сейчас мне две вещи интересуют, Илон Маск и ковид, вот, Илон Маск, мне кажется, каким-то, да, сумасшедшим гением, вот, который вот топит свою линию, и он тоже говорит про, не знаю, про время, которое мы живем, про будущее, про его условность, вот он фигачит эти ракеты, выступает в виде комика на Saturday Night Live, вот, в прошлую субботу, да, была трансляция, вот, как тебе такие персонажи сумасшедшие, нашего, вот, нашей глобальной деревни под названием Земля, ты следишь за ним, он тебя как-то вдохновляет? Ну, ты знаешь, что я тебе сразу скажу, не моя трохи тема, я до темы освоения космоса настороженно отношусь, и, знаешь, потому что мы поколение тих, для кого тема космоса была повязана с науковой фантастикой, но все-таки с фантастикой, и тому для меня всегда было звичным усвідомить, что много чего было просто, ну, как-то видумано письменниками, режиссерами, и что из этого правда, а что нет, действительно ли, там, были американцы первыми, это фейк, да, вот, сейчас, в наш час, когда технологии крокировали на много, там, там, в очень большую отстань вперед, когда можно снять любое что, смонтировать любое что, я, естественно, восторгаюсь с этим чуваком, он, ну, если это не образовало, звучит в трек космического масштаба, вот, и человек, который идет своим шляхом, и в такой сложный период, когда у нас весь свят начинался, Вим продолжает такие досвиды, вот, я прямо записал цитату и определение, буду повторять, фейк космического масштаба, да, я с тобой согласен, это очень меткое определение, как это, емкое, да, и, ну, нам, ну, нам, обычным людям интересно, да, за таким смотреть, и действительно, извини, ты же, да, создал проект «Вагоналожатые», это же максимально приземленное транспортное средство, какой космос, да, о чем я спрашиваю, да. Вот запас ты, да, в точку попал. Да, 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 действительно, но у меня просто, да, есть, я не знаю, мы когда общались, рассказывал, у меня есть мечта быть одним, там, из первых космических туристов, вот, но все остальные твои истории я полностью разделяю мысли по поводу того, что сейчас как-то иллюзорность мира кажется максимально реалистичной, позволю себе, да, такую игру слов, вот, и вот этот Generation P, да, когда они сделали, делали, снимали фейк-новости, действительно невозможны, о чем мы говорим, мы живем в то время, когда в нашей стране президент по результатам, как бы, сериала созданного появился, возможно, да, вот, и... Это тоже науковая фантастика, вот, реальностью, которая стала действенностью. Ну, мы с тобой примерно одного поколения, я тоже читал Алексея Толстого, там, Гиперболот, инженера, Гаррина, Герберта, Уэллса и все остальное, ну, меня очень все это впирает. Хорошо, а, как, про синонимы нашего времени, следующим будет, наверное, как бы, логичным и задать вопрос про социальные сети, насколько они тебе чужды, как ты их принял, не принял? Так, социальные мережи, дуже долго я их старанився, когда мы начали им пользоваться, это еще в период коллективу я друг, вернее, и друг Магазовик, я их просто обходил, не з'являвся в них, и завев Фейсбук буквально в перший месяц, ну, не в перший день, а в перший месяц после того, как коллектив и друг Магазовик разпався. Я не знаю, почему, через, там, деякий час почали запускатися вагоноважаті, не могу сказать, знаешь, что мы сразу стали их пиарить, но я просто зрозумів, что я как-то очень очень зачинен до света, что я много чего просто пропускаю, просто не вижу и просто не хапаю, если можно так грубо сказать, я зараз спривался на Фейсбуке и стал спостерегать за этим свитом, но я не могу сказать, что мне очень комфортно в нем, но это очень удобный инструмент для просуивания своих концертов, своих альбомов, своих выступов, своего мерча в конце-канцах. Это же, насколько я помню, безкоштовная мережа, ну, тобто, тебе ничего не нужно платить за это, ты просто пишешь пост, и там тебе находят какие-то организаторы, концерты. Ну, вот я занимаюсь, потому что, ты знаешь, оминати этот шлях очень важно, если ты не имеешь соцмереж. Вот, счастье в нашем коллективе всі інши набагато активнейшие користувачи соцмереж, ніж я, тому я своїм таким, знаешь, трохи специфичным подходом до них им допомагаю. Я складаю ще такую, знаешь, одну сторону, теж, мабуть, якусь фрикувату. Я люблю писать, трохи девакувати описи там і абсурдно якось жартувати, чи щось таке інше. Але це за ці майже 10 років, 9 чи 8, які я користуюсь соцмережами, це вже стало, не побоюсь цього слова, моим трендом. І якось міру вона теж допомагається нашій справі, справі воронважат. Добре, але я, якось, я дійсно готовився, це у мене череда вопросів. Я просто хочу твой портрет составити, як би «Антон» versus «20-21». І ще один вопрос. В общем, с маском, с космосом розібралися. А соціальні сети – понимаю, разделяю, хоча я там був давно і дійсно… Асоціальні сети. Що-що? Асоціальні сети. Асоціальні сети, да. Це теж ще одну цитату себе записую. І цей. А давай поговоримо про криптовалюти. Твоє к нему отношення. Оце питання відразу, знаєш, я можу встати і піти звідси, і всі скажуть, чого цього чувака сюди позвали. Я тільки досить коментально розумію, що є якась криптовалюта. Я її в житті не бачив і не знаю, хто її бачив. Ну, ти мені дариш шутку, що криптовалюту ніхто вживу не бачив, тому, що вона не існує. Ну, це... Хорошо. Як чому? Що... Як би... Знаєш, і так пандемія, і що криптовалюза? Знаєш, досяг банківським картам не звикну. Ну, я людина, старовір, олскульщик. В моєму дитинстві були тільки кеш, знаєш, тільки медяки, гроші. І вони для мене так і лишилися оцію матеріальною енергією заключені. Ну, там, знаєш, якщо малюють мільйонера, то це не людина з якоюсь золотою карткою, це людина з мішкальних грошей. В Круч МакДак, да? І навіть, ну, такі там американські капіталісти в такому капелюсі з американським прапором. Він відкриває якийсь сейф, і там в нього дуже багато монет. Ну, знаєш, він в них дуже добре орієнтується. Тут в мене п'ятірки, тут десятки. Оце от. А криптовалюти, це... Ну, я не знаю, чому вони зберігаються. На яких серваках в кінці кінців. Майнінгові ферми. Ну, ти знаєш, ти це класно описав. Я ж з Севастополя, і де-то в году 89-м, да, коли мені було 6 літ, мені на берегу моря родителі заказали шарж, де, собственно, мене нарисували вот таким богатим, вот с этим капелюхом, с мешками денег, і с бульдогом, і с сигарою в рту. Вот. Я не знаю, що художник тогда во мене увидел. Наверное, как-то папа його зарядил, да, своєю енергию. Вот. Сына на успіх. Вот. Но я с тобою разделяю, да, эту історію. Вот. Тоже не видел криптовалюту ни одній. Був би не проти, але це неважно. Харшо. Але смотри, це все атрибуты нашого времени, современному міру. І предыдущий ваш альбом, референс, він про креативний клас, і про атрибуты цього класа, його времени. Вот. І там твої тексти, вони... Ну, тогда... Я ще був не так давно уволеним сотрудником рекламного агентства, с этими словами дедлайн, і так далі. Вони мене торкали в серце саме, відзувались очень сильно. Как ти, чоловік, який Ілона Маска, як би, обозвал... Не обозвал, а определил фриком космического масштаба, соціальні сети назвала соціальними, криптовалюту ти в глаза не видел? Как у вас вийшла... Как у тебя эта поэзія вийшла? Это вліє в общение с Валентином? Ну, по-перше, мені здається, я по цьому життю дуже непоганий спостерігач. Ага. Щось бачу, коли я щось чую, коли я щось читаю. Я умію зачепитися за це і взяти звідти якийсь... Суть, да. Якийсь нагачочок зачепити саму суть питання. Ага. Я можу бути зовсім необізнаний в цьому, але написати на цю тему непоганий текст. Роздуми такого чудака невдахи, який не розуміється на дедлайнах. Я дуже пунктуальна людина, тому я дуже люблю дедлайни виконують. Ну, і маю на увазі там дедлайни в якомусь процесі робочому. Ось так і вийшло. наїздити на якийсь якогось гадості, так, да. якийсь гадості, якийсь гадості, і ввідом цього у мене такий простой так, вибач, я бігли дуже давно, ще з юнастських років, зі студентчіства, ще з тренуванням, там, коли я ще школяром учився і тренувався в футбольній та хоккейній секціях. З чого починаюся? З чашки кави, з музики. Музика звучить постійно. Якщо не вдома, то на рушниках в ай-коді. І я намагаюся прослухати, якомога більшу кількість альбомів, як нової музики, так і старої. Я дуже багато чого пропустив, не знав, свого часу не вхопив. Я ознайомлююсь з цим. Ну, ти знаєш, не можу сказати, що день там мій, якийсь типовий, що він сходить. Якщо є якісь задачі, наприклад, якщо в цей день є якийсь план, наприклад, ну, візита до когось, або роботи в студії, або там запис, або ще щось таке. Це може різнитися. Або Стас пише, буду в тебе на районі з бадмінтонними ракетками. Виходь, пограємо. І ми годинку просто розминаємось, підкидаємо валанчик і слухаємо, як Стас сміється навкругу. Снідаю, обідаю, ввечері дивимося якийсь фільм, або кудись йдемо прогулятись, чи там, коли працюють музеї, театри, кінотеатри, концерти. Це вже, ну, все лежить від обраного дня. І в цей момент у тебе включен всегда режим наблюдателя, да? Ну, Или ти виходиш, так, типу, щас йду гулять, смотрю. По-перше, навіть на пробіжці я придумав собі таку гру, такий тест на уважність. Я граю таку гру, я рахую машини таксі, яких більше. Я рахую уклони, Uber і болти. Наприклад, приїхав одна машина, болк, 0-0-1. Приїхав Uber, 1-1-0. Потім уклон. І, такі сорівновання, хто з них переможе. Хто чаще побіждає, прості, інтересно, це людське любопутство. Знаєш, в кожен день по-різному. Є день, коли перемагають уклони. Є, коли Uber, але несподівано, два рази останніх перемагали болти. Болти, так. Якщо ви хочете стати непоганим спостерігачем, спочніть з пересчоту таксішних машин. Так, слушай, це смішний інсайт. Більше того, старчий магазин тобі не світить. Ти напрягаєш себе, навіть на пропішки. Так, розумієш, ти слухаєш музику, думаєш про щось своє, вигадуєш якісь тексти, і ще перераховуєш таксі. Це надзвичайно складно. Ну, знаєш, озвучив пару вещей, які б я ще копнув більше. Я знаю багато хлопців, розумієш. навіть про моїх фаворитів. Ти можеш сказати, не погоджується. Та тільняшками платівки. Потім ми їх перебували і переписувалися. І ми дуже багато просто чого не знали. Ми пропустили декілька циходелічних революцій. Знаєш, там, зародження панк-року, зародження нью-йоркської там якоїсь авангардної фріджазової сцени. Тому що ми просто були необізнаних. У нас не було інформаційних каналів. А зараз, який інтернетом, і тому що світ став дуже швидкий, ну, там, хтось чхнув там, чи кашлянув, видав це в виді синглу, чи епі, і ми вже собі завантажуємо, чи, там, слухаємо на бендкемпі, і кажемо, блін, слухав цей чіх. Ну, він, блін, минулий чіх був якось тривалішим. Просто стало, ну, дуже багато… Мені здається, завдяки технологіям і тому, що, ну, раніше теж був дуже складний путь ти мав знайти продюсера, мав знайти студію. Зараз ти можеш записати альбом на отакому пристрої, через який ми з тобою зараз спілкуємося. Не гірше, ніж той, що ти записав на студії з звукоізоляцією, з компресорами, з всякими там мікшерами, десятки і сотні тисяч доларів. І зараз дуже багато всього. Зараз кожна людина може записати свій власний альбом. З одного боку це круто. З другого боку у нас просто засорився, може засоритися фільтр. Розумієш, що нам слухати, а кого нам слухати? Васю і Питера Габриела чи Тріки чи когось ще? Ну, я тут завжди студентам на лекціях цитирую, коли ми їм даємо історію іскусства, серію лекцій. Я їм, як би, пытаюся мотивувати там, бути внимательними і цитирую Конфуція, що не читайте нових книг, поки не прочитайте всіх старих. І тут з тобою соглашусь. І соглашусь з тобою части того, що, да, средства продакшна музики упростились, комп'ютер, да, софт. Распространення дистрибюція максимально легко, немає фізичних носителей, вже потребностей немає. Просто я більш всіяден, ніж ти і у мене. Фільтр, він у мене рабочий, але, знаєш, я його уровень принятия каналу можу розширять. І я поэтому назвав, що це найбільше час, бо що реально дуже багато. У мене фільтр, так, працює. І я прям впускаю в себе все і нахожу багато нового. І тут питання, особливо після всього того, що ти сказав, що є істочником для тебе нової музики? Ну, звичайно, я намагаюся дивитись якісь блоги, якісь підбірки, якісь топи. Всіх наших з тобою згаданих друзів, які ведуть подкасти. Пішуть статті, да. Привозять групи, да. Так, так. І це все формирує якесь коло, знаєш, в якому ти вже опинився, і ти за ним теж спостерігаєш. І просто чекаєш, ну, ось, хто тобі рекомендує викласти. Я дослугаюсь дуже часто до якихось рекомендацій. Багато якихось рекомендацій лишилося в мене ще з давніх часів, коли інтернет тільки починався для мене в кінці 90-х, на початку 2000-х. Наприклад, був такий сайт «Nepopsa.ru». Ага. Не знаю, пам'ятаєш ти його чи ні? Так, звичайно. Критик Сергій Степанов, він зараз живе в Канаді. І він досі веде цю сторінку в якомусь там вигляді Фейсбуку. І, наприклад, регулярно пише теж там обзори на нові платівки. Я от задоволенням якихось таких старих істочників, да. Старих човачків, так, теж поглядую, прочитаю. Там можеш щось порекомендувати. Він теж багато музики слухає. Да будь-хто. Ти знаєш, я готовий щось цікаве, якусь рекомендацію почути від будь-кого. І не чураюся ніякими істочниками, щоб просто бути обізнаним. Щоб просто регулярно переслухаю, коли там, наприклад, слух чи рум пише. От там підбірка актуального української музики. Це буває дуже важко прослухати всі колективи, всіх початківців, всіх, знаєш, аматорів, яких це цікавимо. Але це буває теж корисно і треба знати, що в нас є, що в нас в країні відбувається. Теж треба бути в курсі справ. Так, це у мене теж во вкладках все время. І, да, іноді як би ломаєш ухо. Але в цілому, да, можна знайти багато чого інтересного. Вспомнил же, да, що ми з тобою старожили такі, що слушали же перві подкасти, коли ще не було подкастів. «I Supper» – це, да, я вспомнил, ти упоминав. Я тоді багато для себе відкривав музики, да, і там Куку Рози, і Дирхуф, я помню. На концертах, в яких ми, кстати, даже були місце. Вот, да, це інтересна історія. Хорошо, ну тут, як би, про источники понятно. Буду, і, да, і, ребята, я теж думаю, поглядувати на тебе. І здорово, що ти, як би, не закриваєшся, да, що ти відкриваєшся, да. Що ти відкриваєшся, да, що ти відкриваєшся к другим і к чому угодно. Тому що я думаю, що твоя позиція і твой опыт позволив би иметь долю, такую здоровую долю снобизму, вот, который от тебе не пахнет. Ну, звичайно, снобизм теж буває. Ну, я думаю, заслужений. Хорошо, финальний вопрос в рамках твоего дня. Внутренний монолог, вот этот. У тебе ж он, по идее, постоянно происходит. И вот мне просто, я к чему спрашиваю? Не подумай, що це сеанс самоанализа, психоанализа какого-то публичного при помощі тебе, і ти мій терапевт. Ну, у мене не то, що проблема самоидентификації, а вот я сейчас нащупываю, да, вот свой внутренний голос, вот этот, как это, «высше я», мне кажется, да, я иногда его начинаю слышать. Отсюда у мене почались вопросы к самому себе, кто я, мне даже, представь, это тебе нова история про мене. Я понял, що мене звуть не Сергей, не нравится мое имя, которое мне дали. Скорее всего, я Дэвид, вот. Или Давид, потому что там «да», вот, я больше так себя чувствую. Вот, но подкаст, да, не про меня, а про тебя. И скажи, пожалуйста, вот в твоем внутреннем монологии, кто ты? Как ты звучишь? Что ты? Я видел эту микро реакцию на твоем лице. Да, я задумался. Ну, по-перше, я точно Антон. Я зрозумів, що мене звуть саме так, хотя в раз веках була деякий час Плутанина з моим прізвищем. И навіть на якомось альбоме я назвал себе Вадим Антонов. И одного своего знайомого Вадима я просто, ну, дуже здивував. Він був повернути в шок. Это же Вадим, как и он. Ты знаешь, напевно, не знаю, відчував ти таке чи ні. Я, коли щось вигадую, коли щось придумаю, я дуже часто веду з собою якийсь діалог. Чи в мене відкривається якийсь канал, по якому приходять історії, якісь тексти, якісь образи. І в них я можу, як би це пояснити, щоб не виглядати божевільним. Это самое время и место, Антон. Якісь діалоги, якісь тексти, знаєш, якісь напрямки. Інколи я гублюсь, де саме я, який розмовляє з тим, хто прийшов до тебе написати всі ці тексти. Но я дуже быстро, мені здається, згадую, що я – це я, і ставлю його на місце. Круто. Это прямо вау. Спасибо, что поделился. Це може бути в душі, коли ти дуже часто щось там співаєш, наспівуєш, проговорюєш. Може бути, я не знаю, просто коли ти один в кімнаті сидиш, а може десь на прогулянці. Але я один. Я – це я. Я – Антон Слепаков. Класс. Так красиво наговорил, що я боюся далі своїми вопросами дурними зробити і хочеться закінчити. Я не можу вдаватися в цю метафізику і пугати друг друга і слушателі. Але, опять же, щоб имати какую-то практичність нашого разговору, такі моменти, більше всього, да, не случаються, коли ти один. Фізично один. Звичайно так. Хоча, ти знаєш, я можу бути там, коли і я не один, якщо сильний вайп і щось прийшло, вони не прийшли, ти зараз вільний, ти зараз один, ти нічим не зайнятий. І раніше, наприклад, я дуже часто був з собою, коли подорожував, коли ти в дорозі. І, зазвичай, це спосіб пересування експресом, тобто сидячий, не леплячий, а от саме, знаєш, коли ти багато годин, їдеш в кріслі. Усі ці пейзажі, міста, вокзали. І зараз дуже втомлюєшся від цієї медитації. Якби то він говорить, то можеш зараз написати щось дуже класне, щось дуже круте. І ти такий сам не помічаєш, як ти вже починаєш щось накидувати. А як ти фіксуєш свої ідеї? Раніше це були блокноти, коли не було пристроїв блокноти, якісь зошити, якісь листочки, там, знаєш, з одного боку там щось надруковано, інша половина лишається чиста, і ти пишеш на цьому. Зараз все або в ноутбуці, або в планшеті. Давно не писав тексти на паперових листах. Це буває, ну, знаєш, якщо під рукою немає ніякого гаджету, а це зараз буває. Невозможне, да. Ось тоді вже. І мене дуже соромно, що, знаєш, мені раніше дуже багато дарували блокнотів якихось ежедневників, там, ну, таких записничків, і вони, в мене їх так скопилося багато, я хоч щось в них пишу, знаєш, там якісь, ну, просто отак відкриваю щось, починаю калякати просто, чи якісь слова, чи починаю составляти сет-ліст там на концерт. Якщо ти бачиш в Фейсбуці, я от покажу, як може доповнюватися і становитись альбомом наш майбутній альбом. Пишу, а всі тексти я зараз, блин, як людина, яка йде, рокує технологіями, я пишу. Мислі спотыкається за... Я просто фіксирую все-таки ідеї. Люблю ручку блокнот, зовсім олдскул. Мислі у тебе не спотыкається, коли ти печатаєш, от просто... Це ж поезія. Ні, нас спотыкається і... Ну, я дуже багато виправляю, звичайно, і в гаджетах це досить зручніше зробити. Ти просто стерв то, що там було, написав по-нову. І ти вже не пам'ятаєш, який варіант там був. А че ти зачеркаєш, то... Ну, там ще ти хочеш, можеш роздивитись і що там було. Хорошо, дурно, ще один питання від мене. В рамках фіксації своїх ідеї і так далі. І зв'язку з космосом. А тебе... Ось як вообще поезія приходить? Она... Це слово, строка, четверостіше, куском, частями, чи по-разному? Частіше за все це якийсь кусочок. Просто, знаєш, дві строчки, чи три, чи чотири. Таке, щоб мені прийшов цілий, такий довгий текст. Такого... Це треба працювати. Ось з кожним окремим шматочком треба сідати і працювати, закручувати, витягати. Але в цілому я не знаю. Як шлифовка можна назвати. О, і тут у мене следующий вопрос. Спасибо. Про труд в творческом деле. Тому що, словно кажучи, ти не у станка стоїш, не розгружаєш нічого. Руки твої, по сути, свободны. В чому тогда, получается, труд такого творческого чоловєка? Це шлифовка, да? Ну, по-перше так, шлифовка. І найважливіше – це настроїти внутрішню антенну на прийом. Тому що є дуже обдаровані геніальні люди, які просто... Та, інший раз прийде, просто не хочуть нічого робити. Чи їм не треба, чи краще в бар піти і випити по чарці. Встати під певний кут і налаштувати антенну. Якщо ти справжній письменник, сісти за стол, включити свою друкарську машинку. От як, звичайно, письменників чи людей. Вони садяться і не самовито пишуть на друкарській машинці. Я бачив, що на такий потік в мене такого потоку не було ніколи. Щоб я так ось сидів, знаєш, із заплющеними очіми і тільки писав, що мені прийшло. Я ще стараюся не особливо заглиблюватися в це. Я навіть трохи боюся спугнути цю штуку, тому що, блін, воно приходить і круто. Якщо я буду розбирати цей механізм на деталі, винтики і якісь ще там составляющі, я потім цю раму можу не зібрати. Так, тоді я не буду задавати свій питання, який в мене витікав. Рецепт настройки станції, на свою антенну, на яку станцію і як. Ну, в принципі, частично з твоєго розказу можна взяти рецепт. Розумієш, антенна — це дедлайн. Тобто є дедлайн, коли тобі треба закінчити альбом, чи закінчити збірку, чи оповідання, чи роман. Тобто є трек для кіно. Це, до речі, дуже дисциплінує. І, до речі, кіно, наприклад, допомогло нам дати поштовх, тому що ми, нарешті, засіли і почали плідно працювати над новим матеріалом, який згодом вилився в новий альбом. Так, я живий свидетель этому. Хорошо. Опять же, я был недавно на подкасте у ребят веселих. Ми проговорили где-то полтора часа. І потім я сам пересмотрел і зрозуміло, що це було ні о чому. Тому в рамках нашого подкаста я хочу раціональну ценность давати. І давай для наших будущих слушателей і текущих резюмирую. Рецепт творческого процеса – це здоровая рутина, яка в тебе є. Здоровая, любимая рутина – музика, кофе, сніданок, вечером кино, прогулки – супер. Состояние потока, коли ти більше один. Здорове одиночество. Дисципліна по спорту – она у тебе регулярна. Все ж таки більш фізкультура чи просто… Ну я б назвав так. Є набагато люди, які серйозніше займаються спортом. Це просто пробишка. Все ж таки є. І це якось усилие, яке ти робиш. На правах реклама, я, наприклад, я відкрив для себе тренировки в зале Арсена. Мой джим. І мені це так допомагає в житті, в роботі, в состоянии здравомыслия, знаходиться в просто здоровий воркаут. Вот. Хорошо. Значит, любимая рутина, спорт, одиночество. Настройка антенны. Вот. Якщо воно у вас є. Якщо немає, то включити подкаст «Секс Мари». Это не по адресу. Хорошо. У мене ще три блока вопросов, которые я, наверно, да, как-то сокращу ввиду наше время, що ми приближаємся уже к часу нашого общення. Вот про этого персонажа, который приходит тебе, говорит какие-то фрази или озвучиває диалоги, реплики дает. Теперь у меня есть ответ про Антона Слепакова в жизни и на сцене. Вот там я просто не понимаю, откуда ты берешь энергию. Ты, действительно, там другой человек. Ты в отличной физической форме. Ты, действительно, фронтмен. Ты зажигаешь. Ну, я слэмил на твоих концертах. Я чувствовал, что я сходил с ума и так далее. В общем, кто это? Как это происходит? Кто-то в тебя вселяется? Демон? Еще один приходит. Он приходит только перед выступлением. Он совсем меньше. И он говорит, слушай, сейчас моя черга. Давай. Ты посидь тут гримерся, а я вместо тебя иду по выступаю. А все дивиденды, облески, это уже будет тебе. Дай мне просто по выступать. Это вот такие персонажи. А если серьезно, я доси не понимаю, как это происходит. Просто, знаешь, я, ну, это тяжело поверить. Я очень хвилююсь перед выступлением, перед какими-то публичными встречами, перед будь-якими, я не знаю, речами, где есть публика, люди, где они что-то питают, просят сфотографироваться. Или что-то такое. Или что-то такое. И я, это мой способ, чтобы убрать эту совместительность, этот страх. Просто вести себя таким чином. Трохи диковато, нагловато. И я тоже не знаю, как перемикается этот тумблер. Но я знаю, что он как-то перемикается. И я просто знаю, что с первой секунды входит в какой-то другой тоннель. Этот тоннель называется фронтмен коллектива, который сейчас выступает на сцене. Я просто знаю, что если я буду таким, как в жизни, что-то мяблить, или спевать мимо микрофона, на такую группу никто не купит квитки. И ты никому не будешь интересен. И хлопцы скажут, как же так, ты же нам обещал. Ты же обещал, что попрацеваешь над собой. Что будешь правдим фронтменом. Что выучишь какие-то движения. Вот так вот за стойкой станешь. Или что-то покажешь. Как-то так. И я даже не знаю, как… Разумеешь? Я часто… У тебя ты столько концертов дал. Для меня это достаточно органично, что вот на сцене я такие. Есть люди, которые и на сцене одинаковые, и в быту, и в жизни. Они такие… Женя Галич, например. Когда я его вижу… Не знаю, мы в последний раз общались под тайским приветом. Он со мной общается, а я начинаю по сторонам смотреть, и мне кажется, что вокруг нас толпа его фанатов. Вот он рокер, да. Ты прав, да? Он даже, я думаю, и в душ в косухи ходит. Я тоже, если что. А в меня… Ну, блин, я, звичайно, не справжний рокер, не справжний фронтмен. И, если быть честным и отвертым, без всякого кокетства я спевать толком не умею. Вот. Но, видишь, блин, как-то меня выкинуло на этот берег. Пробоякусь выкручивают из полу. И так незаметно прошло 30 лет. Слушай, ну ты сейчас классную вещь говоришь. Потому что, знаешь, история… Я считаю, да, что как бы смысл нашей жизни в том, чтобы ты эволюционировал во всем. Просто развивался. То есть, синоним учебы. Вот. А, как бы, условием этого, что ты зачастую должен выходить из зоны дискомфорта. Ты действительно нарушаешь свой порядок вещей, рутину, чему ты себя заставляешь делать. Это дискомфорт. И получается, ты каждый раз выходишь из зоны комфорта. Так. Это действительно так. Ну, я… У нас есть композиция, эмфобия человека. Да. 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 Ну, я… Мені дуже важко відвідувати якісь події, на яких багатотисячний, ну там, якихось кількостний натовп людей. Это для меня, ну, певные проблемы психологического плана. Но ты перероджаешься, ты перешагаешь цей порог и просто выходишь и перемагаешь своей фобией. И оно того стоит, да? Ну… Ну, звичайно, після концепту відчуття легкої эйфорії, что ты перемагаешь. Не в том, что ты там, знаешь, поставив на вухо зал, там, чи щось такое, чи там, ой, там, ну, дайте автограф, ну, все таке інше. А, блін, ты зміг, не знал. Ты зміг, ти зміг, ти зміг посидіти в уютному своєму своєму, своєму, своєму мярочку, своєму, своєму кріслі Гойдалці з пледиком. А ты поперся чётко знает куди, в тресторной гулке ангар, и 2 години був з людьми, и вы были в спильном вайбе, вам было круто. Публіка очень сильно насичивает, хотя и очень много забирает, когда она отдаёт, и в тот же время очень сильно насичивает. И можешь себе уявить, какие сейчас ощущения у всех артистов, которые 1,5 года не получают энергообмена этого процесса. А если даже какие-то эпизоды получают в карантинных условиях, за стильчиками, два через одного… Да, на вашем же концерте меня аж садили на стол, когда я начал скакать пацаной. Да, я помню. Круто, а если бы, знаешь, тебе прошили административную хулиганку с формулировкой «Встав на рок-концерте». Да, да, как будто мы времён, я недавно Серебряникова пересматривал, да, это лето про кино, да. Вот там же нельзя было, да, аплодировать. До речи, брехня. Подивись любые фотозвитцы Ленинградского рок-клуба, там все стояли на мухах, стоячи, слухали «Алису» и кино, и аквариум. Не, ну это драматургия, конечно, это как бы как сетап для того, чтобы передать время, место. Вот, я был на этих концертах в ДК культуры «Рыбаков» в Севастополе, где папа меня водил на местных рокеров. И вот эти сиденья, с которых нельзя было вставать, их отрывали и кидали, как бы, поэтому, да, рок-н-ролл на самом деле был. Про твоё выступление, про энергию от публики у меня есть история, о которой я тебе не рассказывал, но при помощи тебя я реально ощутил силу, вот эту энергию от толпы. Когда вы выступали на Атлас в уикенде, вот, и ты, как бы, исполняя очередную песню, нашёл меня в толпе, вот, показал мне, типа, эй, ты, Саракеза, на меня. Я не сразу это понял, поэтому ты даже это повторил. Я, типа, are you talking to me? Вот. И вот то, что у тебя было, да, от тех людей, которые уже были под сценой, смотрели все на вас, частично передалось мне. И ты, ну, меня на атомы разорвало. Я теперь понимаю этих девочек, которые кидают трусы, лифчики, кидали, да, сейчас такого же не делают. Или тебе прилетало пара трусов? Не помню. Короче, а может я на тебе показывал? Знаешь, я на концертах, когда на пробежке я могу рассчитывать машины такси, а на концертах я рассчитываю людей с Аракезами. Ага, 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 рассказывай мне. Я показываю ему так, тебе посчитав, тебе с Аракезом с Биллом тоже посчитав, тебе с Живым. Может быть не меня, но на вашем предстоящем альбоме есть песня под названием «Вок». Так. Да. И по этой песне у меня есть вопрос, почему он наполнен бабовной? Ну, это его ощущение. Он же просто простой серый зверь, неосвеченный, который живет в лесу. Просто мы с тобой немного в лучшем положении, мы эту композицию слушали, а… Ребята, не знаю, да, это уже инсайдерская инфа. Так, но у нас тут сейчас не очень много в сравнении с целым светом, думаю, мы можем рассказать. И у него даже страшнейшая трагедия. Он очень хочет написать листа, но он элементарно не знает алфавитов. Поэтому он отправляет каждый раз чистый аркуш. Вот. А чему в него? Ну, он чувствует, что в него не справедливое сердце, а просто, знаешь, кусок шерсти. Просто ему так сдаётся. Я назначу ему это, как написал. Тут же образное мышление. Образное, да. Кстати, я купил билеты на концерт «Скверл». И, да, обязательно сделаю фотографию с Джимом Джармошем. Вот. И давай вот этот наш короткий личный разговор мы сделаем тизером и подводкой к вашему новому альбому. Вот. Который, да, выходит ещё раз 20 мая. Презентация в июне 16-го? 17-го. 17-го июня на ЮБК. Вроде ещё не все билеты продались, да. Вот. И как-то увидимся под сценой. Вот. Про этот альбом не считая того, что, да, там три трека созданы для кинопроектов. Сериал «Секс Инстазонова», «Чернобыль» и фильм «Меж нами». Да. Расскажи мне… Ну, то есть ты работал, условно говоря, по брифу и у тебя получилось, да? Как это писать для кино? Музыку и тексты? Ты знаешь, было достаточно просто, потому что у нас не было такого четкого заказа. Знаешь, что або музыка, або текст должны быть вот в таких-то рамках. Мы просто делали свои треки. И даже с таким вариантом, с оглядом на то, что даже если они не знадобятся в этих фильмах, в этих проектах… Ну, «Чернобиль» – трохи другая история. Цей трек уже был. Мы просто придумали, ну, про что он. Потому что мы знали, что это какая-то касета. А там, что это за касета. И очень много аналогий уже потом поняли и нашли, что это может быть самая «Чернобильская касета». Ну, там 40 минут. Там термин проездов пожежников, ликвидаторов и все таки інших. Вот. Перетинулося. З цим. А… Мені видали, ну, не то, что навіть завдання. Просто я, наприклад, не між нами, я сходив на акторскую читку. Я отримав сценарий. Я просто побув трохи в атмосфері цієї картини, яка тільки-тільки починалася, зарождалася. И ты был, до речи, у нас на съемках. На съемках, ну, в фильме, да. Да-да, там, где мы играли в самих себе и эпизод с нашим концертом. По «Сексианс» и «ЗНО» я не использовал никаких сюжетных линей. Я просто обіграв три пункти. Ну, именно эти назвы и то, что я про них думал. То, как я, достатньо летняя людина, думаю и раджусь молодым поколениям. И, если я могу им допомогти, хотя, конечно, не могу, поки молодые люди не набьют свои шишки. Шишки сами, да. Да, поки они сами не хладнуют на легкой, подвитковой доле. Я вот просто написал. И ты знаешь, в меня всегда борются два таких начала. Скептичное и оптимистичное. Мой внутренний скептик очень часто каже, что, «Блін, это никто не возьмет, это никому не будет треба. Блін, в нас будет наш классный трек». Знаешь? И вы приймаете трек без будь-яких правок. Целком с цим текстом. Полностью, да. С цей музыкой. И, мне кажется, трек вышел классный. Вот. Навіть, как вам сериал? Дуже крутой. Сам твои плагу наважали. Да. Сказали «Бачение Торонто». Ну, это не до того, что я хотел бы заговняти сериал, а просто, что… Да. Рецензия, да. Это рецензия красномовная. Вот. И, ты знаешь, у нас, по-перше, все эти выклики… И еще я озвучивал мультфильм «Виктор Робет». Да, да, да. В коле других виконавцов там были и участники Дагдота, и Марко с Дахабраха, и Марьяша Головко с новой оперы. Вот этот процесс работы с кино очень сильно нас вытягнул, знаешь, из такого мулу, вот этого карантинного, летдауна, когда не было зрозумяло совсем ничего. И мы как-то… просто нас это активизировало, и мы начали активно работать. Я даже забыл, когда мы в таком случае… Никогда, мне кажется, работали. Лидно, мол, сделали в такой короткий термин. Свой лучший альбом, свой лучший альбом. Не знаю, че это так действительно есть, но ты понимаешь, когда ты делаешь какой-то проект, альбом, картина, фильм. Останная твоя работа, она всегда у тебя самая улюблена. И тебе кажется, что это самое сильное, что ты сделал. Потому что она для тебя свежая, ты в ней занурен, ты еще живешь ее. Но это наш лучший альбом за 2021 год точно. Извини, да, мне очень сложно сдерживаться и не улыбаться от всех твоих сигналов и игр. Но от себя скажу действительно. Мне кажется, он действительно лучше. И неправильно будет его сильно разбирать, когда ребята еще не послушали. И это вот-вот случится. У него очень много высказываний. Я думаю, что это действительно и выдержанность, и какая-то экспрессия ввиду сроков вашей работы. Но это то, что мы тогда не обсуждали на нашем профкомьюнити прослушки. И очень много месседжей ты там дал. И действительно классная работа получилась. Смотри, тут мы с тобой реально можем общаться бесконечно. Мы уже за таймингом того, как обычно люди слушают подкасты. А это дай Боже, чтобы час был. Поэтому я перейду к вопросам от ребят. И те, кто с нами на связи, знайте, это сигнал о том, что это ваша возможность финально задать вопросы Антону. И мы к ним переходим. И Ангелина нам давно задала вопрос. Надеюсь, она нас еще слушает. Скорее всего, она хочет предложить свои услуги или рекомендацию. Кто в вашей группе или отдельный человек, который отвечает за рекламу, PR, SMM? Или вы все делаете сам мне? Давай, наверное, передадим слово Стасу. Или я могу ответить? Конечно, я шучу. А, я просто думаю, что у нас есть такая возможность. Конечно, есть опять же. Мы все делаем сами. И если у кого есть возможность, желание и наткнение помогать нам с какой-то частью этой работы. Ну, ты же понимаешь, что всегда круто, когда есть специальное обучение для этого людей. Но сейчас в наш час очень круто, что сами музыканты... Прямо, да. Прямо это делают. И позиция, что я только на сцене, а все другие делают мои помещники, мне кажется, не совсем верно. Потому что ты втрачаешь связок с людьми, со своей аудиторией, с которой ты тоже на связку, с которой ты общаешься. Вот. И звучание, ну, такая точечная допомога нам не заводит. Да, это мы с Стасом, кстати, обсуждали. И это плюс, опять же, социальных сетей, которые мы обсуждали, что есть, благодаря им, более близкий, короткий, практически прямой доступ к своим кумирам. И у меня лично, да, есть много историй общения с кумирами. И вот там вот Джейми Стюарт, да, который фронтмен группы, ну, не фронтмен, да, он там главный, единственный шушу в группе. И недавно у меня с ним, я просто выложил пост, да, и у меня прям переписка из серии уже, чувак, я тебя уважаю, но хватит мне писать. Вот, то есть, настолько они могут быть открыты, и действительно, просто человек поймал, у него было время, поймал волну, и ты с ним в диалоге, и Стас говорит, что, а, он мне тоже писал. Вот. Это очень круто, да, и действительно, как-то, ну, в вашем случае у вас есть какая-то своя тональность, есть своя аудитория, и я даже не знаю, какого рода вам идеи импробовать нужно. У вас все органично, живая, адекватная, ну, как это, адекватная, как там, активная, да, аудитория. Слово на А пытался вспомнить другое. И им что-то дальше придумывать и переизобретать не нужно, им нужна только ваша новая музыка и в идеале концерты. Еще вопрос от Никиты П., ему, а тем более ты рассказывал, что ты по вечерам любишь смотреть кино, интересно, кинематограф, я так имею в виду, я думаю, что Никита имеет в виду не только режиссера любимого, да, а какие-то фильмы, которые тебя вдохновляют. Вот, какая-то классика. Ангелина, спасибо, что дождались, да, ответ на ваш вопрос. Этот, что ты, да, что у тебя по кино, что ты вообще любишь? Кино, я, это бесконечная тема, это можно очень долго обговорювать. Я просто хочу сказать, что вот, наконец, открылись кинотеатры и можно на экране ноутбука посмотреть свое кино, которое свиже и актуально. Вот мы, например, уже сходили на «Батька» фильма, который там был отмечен какими-то Оскарами. В неделю с Стасом идем на звуки металла. И, до речи, хочу всех запросить на фестиваль американского кино, который будет… Четверг, да. Я тоже хотел напомнить. Четверг, который открылся в жовтні и будет идти до начала наступного пижня. Там будет очень много, мне кажется… Ну, я каждый год пытаюсь не пропускать такие фестивали. Вот, очень много интересного и полезного. И еще и мовы оригинала, зазвичай, они идут. Потому что украинский дубляж, он классный, но я, честно скажу, не люблю, когда не чутно актерскую игру, яка закладена в голосе, в умове и интонациях актеров, очень крутых. И это губится. Тому вот, если в вашем месте, а я разговариваю, из какого места пишет нам Микита, привозят классные фильмы, такие, как «Ще по одни», там, «Тент» или что-то такое. Обовязково сходите. Звук металла я бы пересмотрел с вами в кино. Сейчас у тебя позже узнаю, до какой времени сеанс. Вот, действительно классное, интересное кино. И да, в кино, как и в музыке, действительно много классного и интересного происходит. Смотри, у меня слова-паразит. Вот, так, такое. В рамках нашего с тобой общения я сегодня выяснил действительно. Вот, и да, у меня еще есть. Вот, и это потому, что ты действительно классные вещи говоришь. Ты действительно крутой, да, фронтмен и поэт. И, Антон, действительно тебе спасибо за твое время и общение. Вот, и давай тогда прощаться и встречаться онлайн у вас на концерте 17 июня. Вот. Нет? Восемнадцатого. Понимаешь? В диске пола свое сделала, да. Восемнадцатого. И, да, и до встречи, опять же, на всех стриминговых платформах 20 мая, когда выйдет альбом «Вагоновожатых» в Огнепальне. Спасибо, Антон. Спасибо, Антон. Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо всем, кто нас слушал. За нашу трохи мэйчнею. И. Сережа. Дуже классно поспілкувалися. Продуктивно. Дуже люблю это место. Тут поруч ездят трамваи. Они минуем отдыхают. Вот. И. Было классно побачитись. И. Для меня это опыт. Я сьогодний первый раз был в зуме. Вот. И теперь могу говорить, впевнему, зум даю. Вот. Еще одна цитата. Я записал, да. Зум даю. Доброго вечера. Побачимось на наших концертах. Будь ласка, приходьте. Нам всім дуже важливо нарешті побачити живі очі, живі душі, а не тільки ваші іконки, лайки. І колокольчики. Спасибо, Антон. Пока. До зустрічі. До зустрічі. ríaюемші-нямь. Просте зустрічі. Продолжение следует...